Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим, как умножать десятичные дроби. Итак, давайте возьмем самый простой пример. 1,2 умножить на 1,3. Значит, первым делом мы с вами считаем знаки после запятой. Здесь один знак, двоечка. Здесь один знак, тройка. Поэтому мы сбоку с вами ставим, что у нас два знака после запятой. Обратите внимание, я его поставила, на самом деле это писать не надо. Если вы можете запомнить, то вы запомните. Ну, а если думаете, что забудете, запишите. На первое время это вам поможет. Итак, 3х2,6. 3х1,3. 1х2,2. 1х1,1. И начинаем складывать. Итак, 6,5 и 1. И два знака после запятой. Теперь, если у вас имеется умножение, в котором у одного числа больше знаков, чем у другого. Вот очень часто спрашивают, как подписывать. Итак, 1,01 умножить на 2,1. Значит, ну, давайте посмотрим. Первое число я пишу то, в котором больше знаков. 1,01 умножить и 2,1 я подписываю под последними цифрами. Итак, 1х1,1,1х0,0,1х1,1 и со смещением я буду подписывать под нулем. 2х1,2,2,2х0,0,2,2,1,2,1,1 и еще 2. И теперь мы посчитаем количество знаков после запятой. В первом числе это два знака, во втором один, значит, всего три числа после запятой. Раз, два, три. И поставили запятую. Возьмем число побольше. Итак, 12,53 умножаем на 1,2. Точно так же. Дважды три, шесть. Дважды пять, десять. Ноль пишем, один запоминаем. Дважды два, четыре. И еще один, пять. И дважды один, два. Вторая строка. Подписывать будем под нулем. Одиннажды три, три. Одиннажды пять, пять. Одиннажды два, два. И одиннажды один, один. Складываем. Шесть, три. Пять и пять, десять. Один в уме. Два плюс два, четыре. И один в уме. Пять. И еще единица. Считаем знаки после запятой. Раз, два. И во втором числе три. Три знака после запятой. С конца отсчитываем. Раз, два, три. И перед нулем ставим запятую.